Здравствуйте, Тумсо! Что россияне хотят от Чечни и чеченского народа? Хотят покорности, полной такой покорности, вот как сейчас. Так, ассаламу алейкум, Тумсо! Прокомментируй, пожалуйста, деятельность Арбердиль Мухаммада из Кумзаха. Правда ли, что он был наибом Малой Чечни? Я считаю, что цель нашей борьбы, борьбы чеченского народа, развал в России. Наша цель – это свобода Чечений. Вот наша цель. Так, ассаламу алейкум, Тумсо! Прокомментируй, пожалуйста, деятельность Арбердиль Мухаммада из Кумзаха. Правда ли, что он был наибом Малой Чечни? Алейкум ассаламу, я, к сожалению, не знаю. Не готов ничего по этому поводу комментировать. Период Кавказской войны полон не только историями о битвах и сражениях, но также красивыми историями благородства горцев, о которых, к сожалению, мы плохо знаем. Одна из таких историй случилась с Ахбердил Мухаммадом и его близким другом Наибом Шатоя, храбрецом Батуко. Однажды Ахбердил Мухаммад увидел одну девушку и начал расспрашивать о ней своего друга. Наиб Батуко отправил людей к родителям девушки и вскоре засватал за своего друга. Увозя невесту домой, Ахбердилав увидел слезы на ее глазах. Он спросил, почему она так горюет, на что девушка промолчала. Тогда настойчивый Ахбердилав мизинцем вытер слезу, катившуюся по щеке девушки, и получил от нее неожиданное признание. Оказалось, что она была засватана за его друга Батуко. Пораженный благородством своего друга, храбреца Батуко, Ахбердилав отрубает саблей палец, которым дотронулся до нее, и отправляет девушку обратно к своему другу. Алехандро Мак, начал слушать ваш диалог с Албаковым. Спокойный, грамотный диалог, без оскорблений, приятно слушать. Очень часто подобные вещи мне пишут, хотя я не знаю, у меня никогда не было каких-то диалогов с оскорблениями, кроме представителей кадыровской власти, когда и то это они позволяли себе оскорбления, высказывания. Когда мы о чем-то спорим здесь с нашими братьями, с которыми у нас есть разногласия какие-то политические или иные, мы всегда это вроде как делаем, делали в рамках ислама, в рамках наших чеченских обычаев, традиций. Или если это происходит с представителями других народов в Кавказах, каких-то наших общих рамках кавказских обычаев, традиций. То есть я не считаю, что мы этому должны на самом деле удивляться. Это так и должно быть. Наоборот, странно, когда люди переходят на какие-то оскорбления, уничижительные какие-то высказывания из-за разногласий, политических вопросов. Я вообще эту площадку на чеченском языке, и YouTube-канал, и Telegram-канал, я их создал как раз для того, чтобы развивать у нас вот этот внутричеченский политический такой дискусс. Чтобы мы могли дискутировать, устраивать какие-то дебаты, делать это в рамках приличия чеченских адатов, традиций. И чтобы люди понимали, видели вот это, и понимали, что мы абсолютно нормально цивилизованные люди. И вот эти разговоры про то, что у нас там что-то, значит, Россия уйдет, и мы там друг друга перестреляем, у нас вот между вами нет согласия, вы там будете друг друга стрелять. Да нет, не будем. Вот как раз пример того, что мы вполне, имея очень много, может быть, разногласий, претензий друг к другу, но мы вполне цивилизованно, очень в таком братском формате эти вещи обсуждаем, разговариваем. Да, мы не приходим к какому-то согласию в этих вопросах. Однако мы-то и делаем это в большинстве не для того, чтобы прийти к согласию. Мы понимаем, что диспут, спор, он никогда, в большинстве случаев не приводит к какому-то согласию. Но он, этот диспут, этот спор, он дает возможность людям оценить и посмотреть, кто прав, кто менее прав. Да, не будем говорить не прав. Кто прав более, кто прав менее. То есть, за кем в данном случае следует следовать, за кем нет и так далее. Здравствуйте, Томсо. Что россияне хотят от Чечни и чеченского народа? Хотят покорности. Полной такой покорности, вот как сейчас. Хотят, чтобы мы сидели ровно, не рыпались. Хотят, чтобы была русификация полнейшая. Ну, это такие стандартные, такие империалистические цели, присущие именно российскому империализму, шовинизму во многих смыслах. Вы знаете, что я был удивлен. Недавно я начал ознакомливаться с некоторыми такими документами политических партий России. И у них открытым текстом, они прописывают, например, партия ЛДПР, у них в программе ЛДПР прописано, что возврат всех республик бывшего СССР обратно в состав России путем референдума. У них в программе прописано, что языки в республиках национальных, что изучение родного языка должно быть добровольным, то есть необязательно. То есть все вот эти вот принципы колонизации, империализма, они все как бы вполне открыто проповедуются этими политическими силами, которые сегодня очень широко представлены и в российском обществе, и в российском эстеблишменте. Поэтому разговоры такие, политкорректные разговоры на камеру, это все одно. Но нельзя сказать, что это, знаете, какие-то скрытые конспирологические темы, что они что-то... Они об этом вполне открыто говорят, прописывают это в своих программах, что вот наша цель, значит, добиться того, чтобы все, во-первых, вернуть страны бывшего СССР обратно в ЛОН России, и плюс их еще русифицировать, чтобы родной язык был там, ну, добровольно хочет ребенок изучать, изучает, не хочет, его никто не заставляет. А русский, он обязательно его, значит, заставляет изучать. Вы говорили, что чеченцы в СССР находились в таком же положении, как и евреи в Третьем Рейхе. Разве в СССР существовали лагеря смерти с газовыми камерами? Скажите, где СССР организовал газовые камеры? Да, существовали, ГУЛАГ. Там, правда, не с помощью газа, с помощью пыток, нечеловеческих условий, нечеловеческого труда. По-другому убивали просто людей, но убивали так же. Да, существовало. И нас, чеченцев, ингушей, дагестанцев, в общем, кавказцев, нас просто жестко отправляли в эти ГУЛАГи, просто за то, что мы исповедовали свою религию. За то, что ты что, там, веришь в Бога, что ли, ты молишься, что ли, а ну-ка давай. Сколько, вы знаете, у нас отцов, дедов просто пропало без вести в этих лагерях, были расстреляны, погибли по дороге, высылку, знаете, сколько? Да, было. Саламу алейкум, Тумсо. Кстати, да, прокомментирую форум свободных народов России поподробнее. Не совсем понятно твое отношение к декларируемым ими идеям и целям. Алейкум алейкум, по-моему, вполне понятно, я высказался, что меня, в принципе, абсолютно все устраивает, даже если они расчленят Россию еще на 100 государственных образований. Даже если на их карте там будет пустыня, но меня мало как бы волнует. Но что, как бы мой подход какой? Моя цель, и я считаю, что цель нашей борьбы, борьбы чеченского народа, это не уничтожение России, это не развал России. Наша цель это свобода Чечений. Вот наша цель. И если для этой цели нам выгодно, чтобы Россия развалилась, мы будем способствовать ее развалу. Если же нам выгодно, чтобы она сохранилась в том виде, каком она есть, но мы при этом получили свободу, мы будем за то, чтобы она сохранилась. Понимаете? У нас вот здесь вот многие поменяли приоритеты. Кто-то говорит про развал России, сделав это основной целью, забыв про нашу свободу. Но если развал России не приведет к нашей свободе, если сегодня поднятие вопроса развала России вредят нашей свободе, то я считаю, что свобода наша, она приоритетней. И нужно исходить из этого. Поэтому я в целом абсолютно поддерживаю любые там вещи, которые там могут происходить. Единственное, я считаю, что по-моему, некоторые вещи, даже если идеи какие-то есть в головах у людей, возможно, сейчас не время для того, чтобы их показывать или озвучивать. Потому что это может наоборот как бы поспособствовать объединению рядов наших врагов. То есть во время войны нельзя делать то, что объединяет наших врагов. Если между ними есть какие-то разногласия, и ты сегодня что-то сделаешь, то, что их объединит, то не делай этого, потому что это тебе невыгодно. Тебе выгодно, чтобы у них наоборот между ними не было согласия. Сделай так, чтобы их ряды стали еще более разрозненными. Вот этому надо способствовать. И вот мой вопрос был в том, демонстрация этой карты, она чему, интересно, сейчас способствует внутри России? Тому, чтобы их ряды объединились? Или тому, чтобы они разъединились? Я считаю, что правильный ответ первый. Эта карта их только объединит. Субтитры создавал DimaTorzok